Вы знаете, никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко. Я не буду тут заниматься какой-то аналитикой, не буду сравнивать одного с другим, потому что одного я очень хорошо знаю, второго я вообще видел только в кино. Я его как политика не знаю, и поэтому было бы неправильным что-то тут делать. Но я вам скажу так, от жизни. У нас с Порошенко был когда-то общий друг. Это Михаил Саакашвили, президент Грузии. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом, конституцию поменяли, там еще что-то, начали шутками заниматься с народом. К чему это привело? Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Так вот, чтобы Порошенко не пришлось залазить на крышу, из крыши там призывать к украинцам защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы его народ поддержал. Очень много разговоров. У украинского народа нет выбора. Вот Зеленский, вот плохой Порошенко, не за кого голосовать. Пусть меня простят украинцы, но как в какой-то степени украинец, хочу им сказать, если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен? Ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись вот этих вот обещаний непонятных. Они рискуя, много раз рискуя, верили политикам, их поддерживали. И все время получалось наоборот. То есть вот последние годы опыт украинского народа свидетельствует тому, что нельзя рисковать. Значит, надо идти на полторные выборы. Если уж не получается, если не за кого голосовать, ну, значит, полторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть проголосовать, а потом горько кается 10 или больше лет. Пусть меня простят украинцы, что я высказываю это мнение, но я вам сказал, почему я высказываю это мнение. Это не чужая нам страна. Она рядом. Мы переживаем за украинский народ.